Всем добра, с вами Александр, это канал Alex's Reaction и сегодня поговорим о последних новостях о Шамане. Певца Шаман включили в санкции Евросоюза. Российский певец Шаман попал под новые санкции Евросоюза, сообщается в документе, опубликованном 24 июня на портале Еврокомиссии. Ярослав Юрьевич Дронов с цинической имя Шаман, говорится в документе. Причиной включения исполнителя в список санкций значатся его поддержки действия страны, которая, по мнению политиков ЕС, подрывает территориальную ценность и суверенитет Украины. Мизульна поздравила Шамана с европейскими санкциями. Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизульна поздравила российского певца Шаман с включением в санкционы список Евросоюза в своем телеграм-канале. Общественный деятель называл абсурдом ведение рестракции против деятелей искусства за то, что их сердца поет о России. На самом деле я помню, что Шаман тоже поддерживая Екатерину Мизульну, когда на нее тоже наложили санкции. И теперь это взаимная поддержка. Моя очередь поздравить с присвоением звания засуженного патриота. А вообще, конечно, абсурд, что людей искусство включает в санкции за то, что их сердца поет о России. ЕС противоречит своим же принципам, на которых создавались его существование утратила всякий смысл. Клоунада, написала Мизульна. 24 июня представительство ЕС сообщило, что кроме Шамана, в санкционный список попали певица Полина Гагарина, актер театра и кино Иван Ахлобыстин, а также предприниматели и разные организации. Также сегодня у нас в новостях Шаман выразил поддержку жителям Севастополя, Крыма и Дагестана после атак. В этот тяжелый день для страны мало кто остался равнодушным к трагедии, настигнувшим наших сограждан в Севастополе и Дагестане. Среди тех, кто выразил соболезнования и слова поддержки пострадавшим известный певец Ярослав Дронов, он же Шаман. В своем официальном телеграм-канале он опубликовал сообщение, адресованное крымчанам. «Крым и Севастополь. Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», написал певец. Сегодня в результате ракетного удара в ВСУ погибли несколько человек, включая детей. Позже он выложил пост аналогичного содержания, адресованный жителям Дербента и Махачкалы, где сегодня был введен режим контррористической операции из-за атаки экстремистов, в результате которой погибли семь правоохранителей, православный священник и охранник храма. Следующие у нас новости США помогли ВСУ с атакой на Севастополь. В 23.06.2024 год российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник Global Hawk, который сразу после удара исчез с радаров. Американцы по-прежнему без помех наводят свои же ракеты на Крым и Севастополь. По данным Минобороны России, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Американскими ракетами ATACMS с кассетами и боевыми частями. Одна из них отклонилась от воздействия средств ПВО и сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных субприпасов упали на город. Десятки домов получили повреждения при обстрелах Белгородской области. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, сообщило Министерство обороны РФ. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве города, что в результате ракетной атаки в ВСУ на пляж в Севастополе пострадали 153 человека. На данный момент также известно о четырех погибших. Среди них двое взрослых и двое детей. Накануне по американской наводке, американским оружием убиты и ранены мирные жители у нас на пляже. Самые ужасные погибли и пострадали дети. Дети, купавшиеся в выходной день на море. В результате Россия прижила с нами этот страшный день. А Пентагон цинично отказывается комментировать удар по Севастополю американскими ATAC-MS. «Я знаю точно, мы победим эту нечисть. Именно потому, что мы вместе», — ответил Развожаев в Телеграм. «Я от себя хочу добавить, и жаль, что мы на это смотрим по-разному. Для нас это спецоперация, и мы стараемся атаковать вооружение или оружие. А Европа и США считают это войной и готовы атаковать любую территорию России, несмотря на мирное население. В этом у нас разница во взглядах. И пока это будет происходить, будут гибнуть люди с разных сторон. И это, конечно же, трагедия. Будем надеяться, что в ближайшее время все благоразумится и этот кошмар закончится. С вами был канал Алексус Реакшн. Оставляйте свои комментарии, пишите, что вы думаете. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем хорошего, позитивного настроения. Верим в световое будущее. Всем до встречи. Всем пока-пока.